Всем привет, меня зовут Алиса, я предприниматель и уже, наверное, путешественник, целый год, наверное, путешествий, даже уже чуть-чуть больше. Сегодня покажу вам остров Нуса Пенида, вы 100% про него слышали, он находится очень близко от Бали, но туда надо плыть на пароме. И когда я была таким отпускным путешественником и ездила только несколько раз в год на пару недель, мне казалось, что плыть куда-то на пароме это очень замудренно, сложно и так далее. На самом деле, это просто, особенно если вы водите байк, можно прямо на байке заезжать на этот паром и ехать на остров. Я считаю, что посмотреть стоит. Точнее, не лучше, из-за расписания паромов вам придется ехать с ночевкой. Мы были три дня, но все, что мы посмотрели, в принципе, можно посмотреть и за один день. Поэтому приятного просмотра, поехали! Как мы говорили в Санкт-Петербурге, мы уже заехали в конструкторе, до сих пор никому ничего не заплатили. Они сказали, что там уже столько байков на автобус, он уезжает жаж, и сказали, что езжайте туда. Куда туда, непонятно, мы просто поехали. А, мы, может быть, за этим чувак погибли. Вот здесь одни чуваки записали наши имена и национальности, другой взял сейчас деньги и умотал. Ни билетиков, ни чеков, посмотрим. Но за майк двух людей 150 рупий это немного, это 700 рублей, наверное, 800 рублей. Потом приехал паром и тысячу лет все с него сгружаются. Внутри выглядит примерно так же, как и в Таиланде. И даже продается всякая фигня. Еще писали, что не пускают на байках, могут быть проблемы с документами, что проверяют документы, что стоит полиция, что проверяют законодательные права. Не было вообще никого, даже похожего на полицейского. Наверное, нам просто повернуло. Тут они напихивают машины намного хуже, чем в Таиланде. Это очень стрёмно. Шатнется паром, и они все друг к другу оботаются. А про скутеры я вообще молчу. Мне кажется, они тут падают только так. Если вы откроете карту острова, то увидите, что порт находится внизу, и на самом деле все кафе тоже находятся вот в этой нижней части. Достопримечательности часто находятся в удаленных местах, но там вообще нет ничего толком. Ни магазинов, ни тем более кафе. Хотя жилье там иногда есть, и оно конкретно на отшибе. Я просто это видела. И я бы рекомендовала вам выбирать жилье вот в этой нижней части, чтобы вы были рядом с инфраструктурой. И до достопримечательностей не так уж и далеко ехать. Ну, там максимум может быть час на байке, но час на байке это нормально. Больше часа уже тяжело. Чаще даже, я бы сказала, минут 40. И что еще важно про байк, там плохие дороги. Что это значит? Что они узкие, извилистые, и они не столько плохие, сколько опасные. Поэтому, если вы не опытный водитель байка, то либо берите, значит, какой-то трансфер, либо будьте супер аккуратны. Потому что есть ямы неожиданные, есть какой-то песок, есть опасные повороты. И иногда выезжают навстречу, поэтому будьте на байке предельно осторожны. Дороги хуже, чем на байке. Еще удивительно, как это планка, когда мы служили с паром. Если мы или местами не будем третить самый планкаж, хотя сейчас их даже и нет, можно сказать, что это планка. Рассказывает нам про кафе и рестораны ближайшие, очень мило. В основном здесь все, в домике очень много вот таких типа бунгало. Отель, конечно, тоже есть, но как-то мало, и ничего особенного, и не знаю. В общем, у меня на Букинге было миллион сохраненных вариантов этих планкалов во всех вариациях. Все они выглядят одинаково, поэтому я выбрала по хорошей локации, по отзывам и по расположению. Потому что мы рядом с портом. А что еще мне тут понравилось, я не помню. А, то, что не белые стены, а темненькие. О, мы даже у нас есть тело, так красиво. Моя любимая часть это душ, который льется всегда на пол. Но здесь еще так, более-менее. Не совсем страшная плитка. Мой внутренний эстет все это проверяет. Ну, с тистотой, конечно, все как обычно. Сильных ожиданий тут не приходится. Ну, ушки, паутиночка. Зато белье белое, не в цветочек. Да, это как Кевин слышит русский язык со стороны. Одно из двух самых популярных, наверное, кафе. Ну, так симпатичненько. Михи. Сейчас свет не очень, но утром, днем или с красивым закатом они вообще роскошно. И счастливый час за два коктейльчика бесплатно. Но так они приносят сразу два, нельзя по очереди, и одинаковых. Белеещее, что есть в этом номере, это эти странные лампы, которые сверкают. Как лава-лампа. Длин, на видео не видно. А, нет, видно. Она перемещается. После парковки надо еще немножко прогуляться по такой вот дороге. Парковка стоит 5000 рупий, это 25-30 рублей. Ну, тут есть курица, водичка, туалет. Все необходимое. Хотя, когда едешь сюда, кажется, что вообще сюда больше никто не едет. Но это не так. Парковка не забита, но машины и байки там есть. Очень похоже на уваду. О, ну вы, people very far that one which you see. А вот, мне тоже красиво. Хотя солнца нет. Так что-то начинает терять суть фотографирования в туристических местах. Значит, я хотела сфоткаться. Они прошли вперед. Но дальше очередь из людей, которые тоже хотят либо сфоткаться, либо спуститься. И, по-моему, это довольно тупо, если я сейчас буду стоять здесь, как они их. Позировать, блокировать. В чем суть наслаждения гидом, если мы все приходим сюда. И тратим время на стояние в очереди и попытках сфоткаться. Довольно глупо, согласитесь. То, что мы хоть чуть-чуть как-то что-то увидели без людей, это потому что сегодня с самого утра шел дождь. Мы приехали, был один ряд байков. Просто через 20 минут. Что мы ушли вот туда очень быстро, потому что нас бечат люди. И тут уже толпишься народу. Мы, в общем, свернули не туда и приехали вместо того, чтобы вернуться в цивилизацию, приехали на пляж. Но решили уже остановиться посмотреть. Я так понимаю, что отсюда снорклят вам. Это называется Crystal Bay. Здесь очень много людей. Здесь нет ничего интересного, но только, наверное, кроме снорклей. Просто вот вам на заметку. А, ну и, наверное, здесь купаться можно. Хотя никто вот тут вот не плавает особо, не знаю. Из-за забавного я заметила, что они почему-то любят мексиканскую тему. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Вот, например, пич-клаб, который вам сейчас покажу, он оформлен в мексиканском стиле. И многие кафешки тоже немножко такие мексиканские. Не знаю почему, но выглядит забавно. Все такое делаешь, что аж глаз нас лепит. Вот, бейби. Мало того, что у них есть кальян, так у них есть еще наши табаки. Только... А, дафт. Я не знаю, что такое дафт. Но это все равно очень забавно. А, и этот тоже. У них все... Это русские открыли, ясно, понятно. Ну, наверное. Я так предполагаю. Да, и по поводу беседочек вот засниму. Мы взяли... Что мы взяли? Вот эту. Они все с видом на бассейн. А вот эти самые классные с видом... Ну, тут как бы цены небольшие. Надо быть большой компанией, или много пить с алкоголем, или я хозя, или там кальян курить, чтобы вот потратить вот столько. Но там классные виды на морюшко. Вот этот раз, как можно говорить что-то про погоду. Если утром был дождь, потом мы сгорели, потому что было палящее солнце. И просто резко в один момент солнце еще даже толком не ушло. Но... началась буря. Они вон позакрывали все зонтики. Салышка. Позакрывали все зонтики, и просто... Забавно. И в ресторане, кстати, можно сидеть вот здесь вот без минимум спенд. Ну, то есть, нас такой минимум заказывали. Где-то все равно можно купаться в бассейне, но нужно было тогда заплатить немножко, по-моему, 150 рублей за нас, и деньги за аренду полотенца. С плюсов на супер, можно сказать, что мало людей. Сейчас, по крайней мере. Вот, например, мы пришли в кафе. Конечно, для ужина еще рановато. Четыре часа. Да, и ни обед, и ни ужин. Но все равно прикольно, что здесь нет никого. Двадцать пять тысяч стоит вход, и пять тысяч паркинг-мотобайка. И они дали водичку в подарок. Очень мило. Правда, мы не собираемся идти вниз. Так что мы заплатили, видимо, просто за вид. Да, я знаю, поэтому мы не хотим anywhere, да? Мы можем остаться дома, потому что мы не собираемся. Там внизу вот такой красивый пляж. Народу довольно много. О, а там другой пляж. Очень красиво. Если вы готовы карабкаться, то тут довольно много локаций можно посетить, потому что там один пляж внизу, там другой пляж внизу, здесь вон наверх можно подняться. Но я простыла, поэтому мне вот вообще не хочется карабкаться по ступенькам, я не очень хорошо все чувствую. Но все очень красиво, даже если сверху посмотреть, я ощущаю, что все равно очень красиво. очень красиво, но я определенно не хочу. не знаю, но я их не люблю. Они меня пугают. И вот он конкретно знает, что я его не люблю и смотрит на меня. Ты видишь? Он знает, что я не люблю его. И ты там, и смотри на меня. А за обезьянка у него такой вид, с таким роскошным цветом воды. Ко всем дарам цивилизации, таким как заправка или банкомат, здесь очередь. И днем, и вечером, имейте в любви. Днем, наверное, очень красиво, потому что это все с видом на водичку. И, конечно, с соответствующими звуками. Вот так вот выглядит, простенько. Но то, что на берегу, это очень прикольно. Название легко запомнили. Ну и напоминаю, что, во-первых, для вашего удобства, потому что там удобнее переходить по ссылкам, и всю информацию можно найти по хэштегам. Ну и, во-вторых, чтобы вы не забывали вообще, что у меня есть travel chat, туда добавлю все локации, цены, ссылочки, все добавлю в чат. Ссылка под этим видео. Обязательно подписывайтесь. В чате я рассказываю про путешествия. Там очень удобная, на мой взгляд, навигация по хэштегам. То есть можно найти про Пхукет, про Бали и про Филиппины, про погоду. Рассказываю про Азию в целом, ну и рассказываю еще всякие интересные истории из путешествий. И также напоминаю, что у меня есть гайд по Бали. Его основная особенность в том, что, когда вы куда-то приезжаете первый раз, вы все равно, даже если вы почитали информацию в интернете, что, кстати, неудобно, потому что она хорошая информация, про что-то удобно найти в чатах Телеграм, чужих каких-то, чужих. Про что-то нужно гуглить, про что-то проще посмотреть Ютуб-блог, и когда ты куда-то собираешься, просто потрачишь на эту кучу времени, поэтому я экономлю ваше время. Я сделала гайд по Бали. Там, во-первых, всякие полезные места, всякие достопримечательности, но самое главное, все, что вам нужно знать перед поездкой, как искать жилье, чтобы вы не чувствовали себя потерянными, и чтобы вас никто не нагрел на деньги. Просто все, что вам нужно в этом гайде, ссылка тоже есть под этим видео. На Бали как-то совсем все не очевидно, потому что я вбила слово фэри, и я не помню, откуда мы выехали. Наверное, это здесь, но почему-то там нет особо отзывов в гугл-картах. Вот такое здание, и я предполагаю, что в нем мы купим билеты. Сейчас проверю. для тех из вас, кто поедет, чтобы вы потом не путались. Тут даже приличнее, чем на Бали, как ни странно, нормальная касса, даже типа зал ожиданий. Но паром она отходит рандомно. Он типа в 11, сейчас сказали, что, наверное, будет в 10.30. Хоть более цивилизованно, они все равно ничего не говорят. Куда идти, где ждать, позовут, они не позовут. Я так думаю, что паром будет швартоваться сюда, они там будут езжать байки, поэтому мы ждем здесь. Но это чисто наши домыслы. Пребывает даже вовремя. Ну, нет, не вовремя, потому что мы никак не отъедем вовремя за 10 минут. Да, выглядит так, как будто он сейчас врежется в стеночку. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы составили для себя впечатление анусопенида и решили туда ехать или не ехать. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки этому видео и увидимся с вами в следующих роликах. Кстати, еще у меня очень много есть шортс, коротеньких роликов, в которых точечно тоже собран полезные информации, в том числе по Бали, поэтому не поленитесь, посмотрите, вам пригодится. последнее напоминание на сегодня, что в инстаграм я, конечно, в сторис много показываю свои путешествия и показываю в моменте, потому что пока я монтирую видео на ютуб, проходит какое-то время, а самые свежие впечатления и мое местонахождение, потому что я перемещаюсь, сейчас я уже на Филиппинах, дальше я буду в Стамбуле, дальше какое-то время буду в Москве, дальше кое-что тоже будет интересное, поэтому обязательно на инстаграм тоже подписывайтесь, будем с вами на связи.